Водители запорожских маршруток будут учить в культуре обслуживания пассажиров. Они по задумке областной власти должны будут пройти определенный курс обучения и, возможно, сдать экзамен. За это получат специальный сертификат, свидетельствующий о том, что водитель владеет навыками безопасного движения и что особенно актуально сегодня культурного общения с пассажирами. Подробнее об этой и других мерах, которые будут предприняты в регионе, репортаж Натальи Зайченко. В прошлом году интернет заполонили ролики, демонстрирующие хамское поведение водителей маршрутных такси по отношению к пассажирам, превышение скоростного режима или другие нарушения правил дорожного движения и дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта. Запорожье не является исключением. Различные рейды, воспитательная работа и даже наказание рублём были эффективны, но недолго. Немного остудила водителей лихачей отдельная полоса движения для общественного транспорта на дамбе. Но реальная действенная мера, предпринятая в Запорожье, установка маршрутных такси, видеорегистраторов и GPS-навигаторов. Заработал и сайт, на котором можно следить за движением запорожских маршруток. При наведении курсором на конкретный маршрут видно имя перевозчика, номер маршрутки и скорость её движения. Горит зелёным, едет по правилам. Красным – нарушает скоростной режим. Конечно же, очень много было превышений, выше 87 км в час, несмотря на все наши увещевания, на наши все наказания. Когда начали увольнять по статье за нарушения именно вот такие, то есть, ну, видите, результат налицо, в основном зелёное. Установлено 450 регистраторов. К сожалению, не удалось 100%. Это где-то около 50% автобусов были оборудованы такими навигаторами. Но поскольку водители и собственники маршрутов сократили травматизм, мы пошли им навстречу и продлили программу установки GPS-навигаторов на первое полугодие 2014 года. По словам запорожских пассажиров, водители действительно стали более дисциплинированы. Я ехал в 79-й, это с 3-го Шевченковского. Там видеорегистраторы, всё, и нормально мужчина. То есть, ни шансон не играл, не курил в салоне, это точно. Нормально ездят, не хамят. Только одно, что положено, двух пенсионеров, а берут одного. Но мне так и не случалось, чтобы хамили, гоняли. Такого не было. Учить водителей культуры и обслуживания с этого года в Запорожье будут на специальных курсах. Сдадут экзамен, получат специальный сертификат. Идея какая? Что в течение года провести семинары, чтобы все водители пассажирских автобусов, которые есть у нас в области, прошли курс обучения по безопасности движения по культуре и обслуживанию. И мы, тем, кто успешно пройдёт этот курс, выдадим сертификаты, которые они разместят в автобусе. И уже пассажиры будут заходить, будут понимать. Этот водитель прошёл курс обучения. И мы надеемся, что это послужит очередным фактором улучшения качества обслуживания пассажиров. Водители маршрутных такси на такое нововведение смотрят скептически. Говорят, культуре общения необходимо учить не их, а пассажиров. Как эту культуру преподнести человеку, который заходит пьяный и начинает качать какие-то права? О какой культуре может говорить водитель? Водитель один, а пассажиров за день проходит, и каждому надо подобрать своё. Люди разные бывают, как и везде. И человек заходит, у каждого своё настроение. У одного что-то случилось, надо где-то на ком-то отыграться. А кто виноват водитель? Потому что, говорят, клиент всегда прав. Курсы для водителей маршрутных такси, говорят в обл. госадминистрации, будут бесплатными. Это не обязаловка, подчёркивают инициаторы такого нововведения. Но маршруткой с таким сертификатом ожидают они, пассажиры воспользуются охотнее. Да и водители станут дисциплинированнее. Оправдаются ли они, покажет время. Первый курс обещают провести в марте. Продолжение следует...